МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот раз наш корреспондент Элина Газеева побывала в гостях у Никиты Адриянова, призера чемпионатов России по легкой атлетике. Всем привет! Сегодняшний день мы проведем с мастером спорта России, бронзовым призером первенства Европы по легкой атлетике Никитой Андрияновым. Никита, привет! Привет! Ну и так как мы находимся на кухне, то будем готовить, а готовить мы будем завтрак чемпиона. Что он себя включает? Сегодня мы приготовим омлет скрэмбл, пожарим бекон, и сделаем тосты с сыром. Ну, ничего, сверхъестественно, но зато вкусно и хватает энергии на весь день. Сперва сделаем заготовку для омлета. Давай. Поручения мне тоже давай, пожалуйста, то я надеюсь, справлюсь. Я как спортсмен вместо миксера использую шейкер. Очень удобно. Оп! Часто сам вообще готовишь завтрак себе? Ну, довольно-таки нет, потому что жена готовит, а когда на сборах, ну, собственно, живешь в условиях, все условия есть, питание, проживание. И, ну, в общем, это очень хорошо, тем самым, что тебе не надо думать о питании, ты занимаешься своим делом. На сборы спортсмен уезжает часто. В среднем отъезда дляся около трех недель, затем 10 дней дома и все по новой. Чаще всего ездят в Сочи и Адлер. Раньше тренировались и в Европе. Бывали на сборах в Португалии, на побережье Атлантического океана. Недавно вот приехал в соревнование, и ожидаемый ли был для тебя результат? Да, был ряд стартов, три старта подряд, ну, раз в неделю, получается, по выходным. Вот, все ожидаемо, все по плану. На этих стартах у меня задача была не то, чтобы показать, ну, занять какое-то место конкретно, мне нужно было показать определенный результат, ну, который мы с тренером поставили себе по плану. Все пока удается, все по плану. Сейчас впереди еще два старта, уже самых важных в сезоне. Ну, и, по сути, для меня последних в этом году, потому что у меня нету допуска на международную арену в качестве нейтрального спортсмена. Поэтому, к сожалению, придется только довольствоваться соревнованием в России. Последний международный старт Никита бегал в 2015 году на Универсиаде в Корее. Тогда барьеристу не хватило до финала 11 сотых секунды. Сейчас спортсмен показывает себя на национальных соревнованиях. Занял третье место на Мемориале Знаменских и готовится к чемпионату России в Казани. Никита многократный чемпион страны в спорте уже давно и почти сразу пришел в легкую атлетику. Мне 11 лет, я такой, а, давайте, почему бы нет. Ну, вот и начали заниматься. И меня даже никто не спрашивал, просто как-то мы начали. Практически любая тренировка включала всякие упражнения с барьерами. А поскольку я только пришел в это дело, я не понимаю уже, как надо, как может быть. Ну, для меня это было нормой. Ну, барьеры, значит, так надо. И все, и прижилось. Никита специализируется на спринтерской дистанции 400 метров с барьерами. Признается, что для 110 метров в более короткой дистанции ему не хватает техники. Зато в закрытых помещениях Никита участвует и в беге на 200 и 400 метров. Видите, давно дома не был. Забыл, как пользоваться уже печкой этой. Так, ну, собственно, вот обжарили. Заливаем. Шейкер. Да. То есть, как классический омлет, это когда я бы сейчас закрыл крышечкой, да, и у нас бы запекалось просто снизу от тепла сковородки, сверху там паром. Но я такой не люблю. Я люблю, ну, модным языком это называется скрэмбл, а в простонародье мы это называем просто мешанкой. Основное блюдо наше вкладываем на зарелку. Ну, единственное, что если мы говорим именно о завтраке перед тренировкой, то, возможно, по количеству, конечно, у меня было бы меньше. Сегодня просто у меня выходной, поэтому могу позволить себе покушать побольше. Давай пробовать. Давай. Очень вкусно. Ну, в принципе, как всегда. А какой чемпионский завтрак готовите вы? Ждем фото в наших социальных сетях. Название аккаунта в Инстаграме вы можете сейчас видеть на экране. С вами была Кристина Лата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова